на месте хорошо мы приветствуем стоил интересуемся готова ли она диагностики доверит ли она нам свое биополе на период сеанса доверит и я даю команду на счет три сканера начинает сканировать пространство над головой стелы под ногами 3 становится заложником 1 2 3 сканер начинает сканировать систем тонких тел стелы стала чистая но у нее воронка в ногах и это ее печаль она черным черной энергии как воронка в ногах скопилась хорошо я даю сейчас команды сил моего намерения эта воронка выходит до последнего микрон из ее биополя 1 2 3 и отправляется в клетку тюрьму и на счет 3 я выстраиваю канал от этой воронки и притягиваю возможных ответственных 1 2 3 нет ответственных она как черный дым это ее печаль сердечная она не может скидывать и она ходит вниз капли вот надо учиться скидывать конечно такие вещи хорошо я даю команду на счет 3 открывается внизу портал в галактическое ядро эта воронка улетает галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию 1 2 3 закрывая печатаю растворяя не знаешь из сердечной чакры она выходит прямо вот это черное черный дым вот так вот сейчас да не останавливается переживание хорошо стела вы видите вот это все вы понимаете что надо перестать переживать наверно как-то печаль какая-то это самые низкие вибрации считай сколько у меня сейчас герц 12 герц любой демон может войти на 27 так давай тогда сделаем следующее выдавим из нее все это весь негатив на счет 3 включая стели галини внутренний белый свет 1 2 3 и на счет 3 начинает она выдавливать из себя все эти негативные патогенные энергии энергии печали и сердечные чакры особенно до последнего микрона все переживания все выходит то число значения сто процентов говорит что я очень плохо она не может разобраться в себе хорошо будем разбираться сегодня если это касается вопросов куратору мы сегодня многие вопросы решим я думаю она говорит что это принесет ей спокойствие если она услышит все ответы хорошо шар смотался большой шар до большим как мяч понятно открывается внизу портал в галактическое ядро и все это улетает галактическое дро на переработку до последнего микрона закрывая печатаю растаять хорошо канала у нас нет да вера нет канала давай заправим тогда в стеллу энергиями посмотри сколько ей нужно энергии какая чистая вибрация 380 до 26 и на счет 3 в макушку головы стеллы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380 процентов каждый один два три потоки пошли наполняет усиливает все необходимые цвета начинает поступать чистота и вибрации поднимается до числа значения 26 герц пошел подъем готова синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 хорошо так мы закончили сейчас будем вызывать куратора стеллы и задавать вопросы интересующие и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю сюда прийти к нам куратора татьяна ангел ангел татьяна мы приветствуем ангела татьяну вы кура вы друг у ангелов же друзья снимается все маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первое остановить уважаемая татьяна меня зовут влад это вера и ваша подопечная стелла галина стелла подготовила несколько вопросов я искал на 10 вопросов может подготовить но она написала всего 5 будете ли так любезно ответить ей на эти вопросы и очень интересуют ответы на эту ситуацию которая в ее жизни сложилась и что-то внутри требует ее объяснений чтобы понять эту ситуацию на говорит вы посмотрите на нее она сама на себя накинула сетку сковала себя пока она не будет знать истину она до сих пор она будет скована своих переживаниях даже свои крылья она не видит и не чувствует как связала себя да мы заметили сегодня этот огромный шар мы выдавили из нее этих переживаний сердечной чакры прям черный дым был воронка в ногах была я не знаю это какой-то процесс саморазрушения идет это печаль а я говорю про оковы которыми она сковала все свое тело кого незнание я очень рада что я смогу объяснить и снять эти оковы благодарю вас татьяна мы тогда начинаем с первого вопроса если вы согласны согласна из каких миров я пришла какое мы истинное имя потому что родители мне дали имя галины в честь коллеги по работе и с этим именем у меня связано много негативных воспоминаний мне неприятно когда его произносят потому что на меня так кричали оскорбляли унижали с этим именем и так из каких миров я пришла и какое мы истинное имя и дальше она объясняла почему для нее это важно тебя ангельская душа высшее имя тебе скажет только высшее я я расскажу твою историю связанную с твоим именем галина ты родилась 1812 году в западной украине это была предыдущая жизнь на земле твое имя было галина ты была непослушным ребенком я бы даже сказала вредным делала все что тебе за благорассудится потом начался алкоголь ты бродила по странам румыния там ты вела разгульный образ жизни знакомилась с мужчинами пила рожала детей ними из которых были твои родители ты не обращала на них внимания бросала их часто они были голодные и спали на улице всего у тебя было шестеро детей ты не прошла свою программу в этой жизни все вернулось наоборот твои дети стали твоими родителями чтобы ты прочувствовала и получила урок все что тебе нужно это получить прощение и простить всех и начать с чистого листа приняв свое имя галина и простить саму себя только так ты сможешь жить в гармонии благодарю вас а сколько она прожила в той жизни как закончилась ее жизнь 42 года алкоголь да драка пьяная нож это безусловно осталось на ее какой-то генетическом генетической ее памяти и как-то все таки дает безусловно какой-то отпечаток на эту жизнь но все имеет свой смысл благодарю вас уважаемая татьяна если вы закончили я могу переходить к следующему вопросу или вы хотели добавить что-то переходи второй вопрос кем я была в предыдущем воплощении и где какая была моя судьба вот мы опять вернулись к этому вопросу конкретно интересует я уже рассказал вы все рассказали в принципе потому что мы уже поняли какая была та жизнь какая была судьба повторяться нет смысла мы перейдем туда заменим этот вопрос если вы согласны какой уровень высшего я сейчас устал галины и какой процент темной энергии она набрала в этом воплощении 27 процента благодарю вас следующий вопрос какая причина ненависти жестокости и не любви ко мне моих родителей особенно матери мины она пыталась абортировать меня на позднем сроке покончить с собой беременной мной я выросла без родительской любви заботы поддержки они мне причиняли физическое эмоциональное насилие жесткость выросла как сирота при живых родителях и так какая причина этой ненависти и жестокости скорее всего кармическое есть кармическое но также у матери есть свои кармические узлы которые она судя по всему не прошла что-то прошла что-то конечно да а в чем эта причина именно вот этой ненависти это есть какая-то конкретная причина этому можно как-то и обосновать это вторая жизнь сталкиваем где сталкиваются они в родители и дочь или наоборот мама и дети смысл был показать любовь научиться любить и дарить эту любовь никто не в этой жизни никто не смог перейти эту преграду все понятно уважаемая татьяна ненависть и настолько пожирает энергии самая деструктивная вообще энергия из всех хорошо следующий вопрос если вы заходит птическая память да она остается конечно матери осталось поэтому было насколько мы информированы ее мать недавно скончалась поэтому ей важно сейчас все проработать эту всю ситуацию чтобы понять скорее всего галина должна дарить и свет зажигает много свечей особенно в первый месяц это осветит ее путь галина вы сейчас услышали то что вам посоветовал ваш куратор зажигайте посылайте и свет и любовь больше она ничего не может сделать на этом с этого уровня для не дарите любовь и дарите свет это останется генетической памяти на следующую жизнь что-то сдвинется с мертвой точки благодарю вас уважаемая татьяна перехожу к следующим вопросом прошу куратора по и прояснить почему все мои браки и отношения с мужчинами были без взаимной любви без теплоты и причиняли мне неимоверные страдания поясню тебе нет внутри любви к самой себе не только любви но и понимание пока ты не научишься принимать и любить себя ты будешь выбирать неправильных мужчин отношения в которых нет любви а если изменить что-то своим характере это надо может быть реакцию или как-то не характер не то что еще раз говорю и любовь принятие и любовь себя да должна принять себя какой есть простить себя и соединить стеллу и галину принять галину какой она есть полюбить и понятие и только тогда ты сможешь внести любовь свою жизнь внутри себя как стержень мы видели и стелл и галины на практически астральном уровне это действительно две не были не соединенные копии между собой мы когда и чистили первый раз сегодня мы проверяли вы наверняка в курсе вот нас это удивило это неприятие или отторжение чего-то там я не помню весь сеанс но там было отторжение неприятие сейчас вы опять это озвучили благодарю вас уважаемой внутренняя сила должна быть чтобы принять галину соединить со стеллой и полюбить как одно целое и вот только после этого когда на себя такой полюбит она сможет полюбить и других и наоборот тебя нет любви внутри к самой себе и идет отторжение как ты сможешь дарить эту любовь или принимать другие люди включая мужчин про которых был вопрос они энергетически чувствуют пустоту внутри тебя поэтому там не может быть любви когда ее нету в твоем сердце к самой себе то есть они на неподсознательном уровне ощущает какую-то пустоту они вот это тепло которое не принять и не принять и отторжение но не могут это объяснить так как мы это сейчас объясняем и они просто отворачиваться могут но идет реакция от них жестокости вот как она проявляя она провоцирует практически раздражает их пустота все понятно вот теперь понятно абсолютно благодарю вас здесь у нас следующий вопрос если мы здесь закончили еще раз насчет матери мать умерла в сильной злобе на меня можно сказать ее сердце лопнуло от злости и так по жизни не получила я тебя материнского любви и тепла можно спросить моего хранителя что за кармический узел можно ли его развязать как ее душа чувствует себя теперь я ее за все прощаю и желаю ее душе мира и покоя и прошу прощения самое главное чтобы она не мучила меня и нас всех как неупокойная душа после смерти не паразитировала на наших полях не навредила бы нам были странные какие-то стуки в стену и страх был странности также были в телефоне вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию это видать первые первые дни после ее смерти да все что тебе нужно нужно дарить любовь именно любовь а не прощение вторую жизнь подряд вы не можете найти любовь а это смысл жизни матери нужно дарить любовь у нее не было я бы не назвала это злостью тебе это смешанные чувства отчаяния самой матери как я уже сказала у нее были свои кармические узлы и задачи и она проецировала это на нее что за свою жизнь не накопилось это сожалению боль кошмар да конечно да я понимаю даже зависть к тебе вот как на это не полностью злость там больше сожаления что так сложилась жизнь и конечно же злость больше на саму себя но она никогда это не высказала бы из-за своего характера вот как то есть она проецировала на нее все свои неудачи причем она лично была совершенно верно и человек свои личные проблемы да но у нас абсолютно верно уважаемая татьяна но когда ситуацию участвуют две души здесь возможно и и и стела галина что-то неправильно сделала в этой ситуации с матерью может быть нужно было сделать первый шаг я как раз хотел это и сказать прожитая жизнь не давала это все понятно все понятно и обиды и всегда трудно сделать первый шаг люди думают что жизнь на земле очень долгая и они еще успеют гордость держит их а на самом деле жизнь на земле является одной из самых по моему короткой во вселенной насколько я информирую могу ошибаться конечно но наши какие-то 60 80 лет жизни на земле это уникальный опыт который нужно все-таки получить и прожить а это работа то есть сделать первый шаг это тоже работа абсолютно верно только сильный человек может сделать первый шаг примирение и последний вопрос какое напутствие даст мне мой куратор или передаст мне я бы хотела добавить по прошедшему вопросу будьте любезны первые дни душе дается время проститься по поводу стуков и телефона мать приходила проститься она стучалась и смотрела за тобой то есть я не столь понимает все свои ошибки да после смерти человек сразу осознает не до конца нет еще будет осознание впереди проработка осознание займет безусловно очень много времени но то что она приходила это не тот знак который она должна воспринимать как негативный что она будет как неупокойная душа ходить а не будет беспокоить я как раз поставить свечи мысленно отправить свет и любовь но не ложную любовь а искренне от своего от всего сердца после того как галина найдет силы принять себя принять свои ошибки много работы перед ней уважаемая татьяна много работы надо себя проработать надо сделать первый шаг если она изменится она расцветет как цветок после этого это проработка и осознанность более сервис кормический узел который она наконец закроет уважаемая татьяна мы закончили на от меня и от стеллы от веры примите пожалуйста нашу искреннюю энергию благодарности за вашу помощь я полагаю и поскольку крылья не появились нет смысла и наверное активировать и какие-то ангельские энергии или вы хотели что-то дать я бы хотела снять с ней эту сетку снимите веру ты видишь эту сетку или это как она вижу она широкая очень большими квадратами но это не сетка на голове начинает плеч да ну грубо говоря сердечная чакра и ниже и квадраты и крылья и я вижу но они скованы под этой сеткой вниз опущен и это она сама себе сделала конечно мы чужими не могли это вытащить то что это было есть генерированная собственная по ее лично она должна проработать по любому конечно но если я здесь убрать и начать проработку тогда будет нормально я такой сетки еще не видел татьяна она говорит что это сетка все равно останется пока она не раз не проработает в себе эту проблему и расправит крылья хорошо благодарим вас пока она не примет себя не поймет не полюбит я лишь показала и и показала как она может чувствовать без сетки свободу и любовь которые как ангел она должна нести и дарить стелла галина вы хотите что-то сказать своему куратору вы понимаете о чем вам здесь она рассказывала отвечая на ваш вопрос и что нужно делать дальнейшем она плачет сетка с ней сняли она почувствовала эту свободу сейчас она говорит что я этого и добивалась всю жизнь чувствовать вот это вот легкость и насыщенность внутри любовь и округление она так говорит что я могу парить говорит это все что я могу сделать на сегодняшний день следующий ее шаг через условно это как мяч это она должна сделать первый шаг к ней сделают два шага навстречу уважаемая татьяна у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики все кураторы все учителя которых нам приходят получает какой-то специальный подарок который не могут себе пожелать и у нас есть определенный подарок который в принципе все кураторы учителя со всех планет с ангельских миров первородные души с удовольствием берут это наши самые чистые ягоды на земле это единственный принципе продукт чистый который остался экологически и верочка в твоих руках появляется большая корзинка с ягодами самыми вкусными ягодами на земле самые лучшие сорта и мы хотим перед передать вам это уважаемая татьяна в знак благодарности от нас всех это прекрасный подарок я с удовольствием заберу его в свой ангельский мир но перед уходом я бы хотела подарить колени ангельскую любовь наполнить ее и активировать ангельскую энергию это поможет ей прочувствовать ангельские энергии внутри себя и соединить соединиться в одно целое благодарю вас на энергии здесь летает галина плачет она говорит что я такой любви не испытывала давно я вспоминаю сейчас свой ангельский уровень только там я испытывала такую любовь я понимаю что придя на землю я должна была дарить и нести свой свет я благодарю я получила хороший урок и ответить свои вопросы вся благодарность идет куратору ангелу татьяне готова не обменялись замечательно благодарим еще раз вас уважаемая татьяна очень было приятно с вами познакомиться я не говорю прощайте я говорю до скорых встреч возможно благодарю вас за эту встречу замечательно я надеюсь галина стела соединиться в одно целое и пройдет этот узел наконец-то найдя свою любовь внутри благодарю вас уважаемая татьяна и будем прощаться на этом месте желаем вам всего наилучшего света и любви до скорых встреч рассинхронизируйся верочка я нашла галина благодарит она обнимает себя крыльями ухты расправила радость ну да она же ей и подарила любовь и у нее она насыщена сейчас вот эту легкость она почувствовала сейчас по комнате будет летать у нас пробовать такое еще пока слезы и радости и счастья она пока пребывает состоянии а какого-то осознание чего-то но хорошо давай теперь все это передадим на физический план и будем возвращать стелу галину сейчас в систему биоробот душа возвращая стелу галину в систему биоробот душа подключая и каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готова и отключаясь от объекта и перемещаясь в свою комнату диагностики 1 2 3 пошел подъем я на месте ну Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон